Тем часом выборщая кампания выходит на финишную промою. Кандидаты у депутатов национального схода Республики Беларусь мкнутся выкористовывать осемогшимости для агитационной работы с выборщиками. У права насти размова идёт пикетах на улицах населенных пунктов. Наши корреспонденты подекавились о ситуации у Гомели. У Гомели сегодня о проведении массовых мероприемств, встреч с выборщиками и агитационных пикетов поведомили 12 кандидатов у депутаты. Вызначенные плясовки самые разные, но первая большинство – калекрам и установку культуры. Не все люди, с которыми разговаривают кандидаты и члены инициативных групп, будут голосовать именно в итоге о грузе. Но плюсы есть у всё равно. Мне кажется, эта форма достаточно эффективна, в силу того, что здесь можно поговорить и с самим кандидатом, которого выбирают. И одновременно с этим это привлекает внимание граждан в любом случае. И те, кто могли заработаться в будние дни и подумать, что в принципе выборы – это не так важно, в любом случае обратят на это внимание и вспомнят, то, возможно, они проголосовались, то есть сделать свой выбор. Бадай головный заклик, який гучить на всех агитационных пикетах, обовязково прийти на выборчий участок и выканать свой гражданский обовязок. Причем агитация часто проводится на прикладе інших краин. Больше, как у 20 державах света, предугледжены обовязковый удел у голосовании. У некоторых краинах за неявку отмавляют о отримании державных послуг. У Беларуси таких потребований у нема. Удел у голосовании – справа доброхотная. Как дальше и выбор кандидата. Большаясь гемельчан, которые принимают удел в массовых мероприемствах, кажут, что свой выбор уже сделали. Чтобы люди знали, что они хотят. Тот человек, который идет во власть, как говорится, что он хочет. Как говорится, чтобы он не обижал народ, а придерживался тех своих принципов, которые он для себя установил. Чтоб человек был беспартийный. И человек что-то в жизни, как говорится, сделал. Не просто он был работяга или кто-то, хотя и работяги там нужны, но человек, который знает, что такое власть и как ей руководить. Большость пикетов завершается каля 18 годин, а линии которые кандидаты у депутаты кажут обжадании сустракаться с выборщиками до 22 годин. Завтра у них – опошний день проведения сустрыш и организации пикетов. Выборщая кампания выходит на финишную прямую. В неделю, 17 листопада, у 8 годин ранницы распочнется основный день голосования по выборах депутатов национального схода Республики Беларусь. Если в отношении нашего кандидата, то все встречи были проведены на таком положительном, на очень эффектном, можно сказать, для кандидата уровне. Было очень много вопросов, как и по плану мероприятий, и по программе кандидата. Так было много вопросов и общих. Поэтому все эти вопросы были зафиксированы, некоторые даже разрешены уже в ходе беседы. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо-компания «Огомель».